Пожалуйста, прошу вас. Боратов Усман Акрамович, президент межрегионального узбекского землячества. Господин Ремезов, я один из тех землячеств, которые вы сказали, что мы виновны в этом криминале. Вы это на свой счет приняли? Ну, вы сказали землячество, вот у нас официально меню все землячества, так что будьте осторожны, когда называете нас такими нехорошими словами. Так, у меня два вопроса, и к этому один вопрос, с той стороны. Первый вопрос, господин Титов. А у меня потом к вам вопрос, ладно? Да, пожалуйста, господин Титов, да? Вот господин Ремезов сказал, что там невыгодно, да? А вот мигранты, когда работают, с них подоходный налог первые полгода берут по 30%, а у россиян по 13%. Это, да, вот... А с баховыми вносы вообще? Я сейчас закончу вопрос, да, да, закончу потом, да. Это нарушение равноправия. И еще один момент, да. А вы хотите, чтобы мы россиян больше брали? Извините, равно должно быть. Почему? Россиян заберут страховые взносы, потому что не знаете. Ну, дайте сказать. А с мигрантов нет? Может быть, вы, я, я... Дайте сказать. Ответите, пожалуйста. Подождите, я надо. И второй, да. Предприниматель часто, вот у меня частная лесопилка. Почему государство мне должно навязывать брать россиянина под разными вот такими подводными течениями, законами? Хочу, африканцев беру и так далее. Вот это вопрос вам. И второй, в той стороне вопрос. Вы подумайте, и вопрос. Господин Багдасаров, вот вы, я вас вижу по многим каналам, вы постоянно, своих выступлений, вот у вас такая тенденция антиисламская. Ну, я сколько понимаю, подождите, подождите, ну, дайте вопрос задать. Не, подождите, вы, да вы умеете кричать, дайте это сказать. Да, вы умеете кричать, ну, дайте я скажу, дайте я скажу, подождите, 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 дайте я скажу, да. Да, вот мы все знаем, доктор Гербис, у него есть коллективная ответственность. Вот, господин Багдасаров, вы заговорите, вот там несколько человек совершили преступление, да, не является ли ваше, это, высказывание, теория доктора Гербиса фашистской, и разжигание, разжигание межнациональной розни, розни и ваша тенденция, это ваша политика. Вопрос понятен, отвечайте, вопрос понятен, вопрос понятен, вопрос понятен, дайте мы кричать, здесь не будем, слушайте. Не пора ли вам в тюрьму? Дайте микрофон возьмите, пожалуйста. Не пора ли вам в тюрьму? Все, значит, это вам пора в тюрьму, когда этот товарищ, я не знаю, чем занимался, мне по ряду причин, я работал с активно, с муфтем Мавернахаром, Мухаммад Садыком, Мухаммад Юсуфом, этого товарища на близко не подпускали. Я, это тот депутат Государственной Думы, который умудрился сделать, по моему обращению, президента Всемирного Совета Мусульманских Богословов, две фетвы, он даже не знает, что это такое, поэтому я всегда работал, да ничего ты не знаешь, значит, мало того, я работал как с сунитским руководством, так и главой исмаилитов Агаханом IV, чей пастор работает в городе Бадахшане, и вот он вообще не понимает, что он говорит. Но я не могу не корректировать нереальные вещи, да, сейчас я говорил о тех террористах, которые там оказались, от того, что они там оказались, я говорю, это что, это плохо, это национальная безопасность страны, гражданином которого я являюсь, я не знаю, чем вы гражданин, это вы такие официально разжигаете междунациональную родину, видите ли, вам навязывают местного жителя, правильно, потому что местный житель, в первую очередь, должен иметь право на работу. А можно я вам вопрос задам? Ответьте, и потом я задам вопрос. Насчет того, какое у нас налоговое законодательство, действительно, иммигранты не платят социальные налоги у нас в стране, хотя это неправильно, лучше сделать одинаковые, но тогда они будут платить тот же 13-процентный НДФЛ, подоходный налог, ну пусть тогда и формируют свои пенсии, потому что во многих странах мигранты формируют свои пенсии. Спасибо, а можно я тоже вам вопрос задам? Второй вопрос. Воря, я вопрос хочу задать, это довольно важно, смотрите, вы говорите, почему не равно, а почему должно быть равно? У нас конституция заложена, почитайте конституцию. У нас! Российская конституция, независимо, независимо. Конституция написана для граждан Российской Федерации. Нет, к сожалению, не так. Секундочку, значит, послушайте, господа, мы должны защищать прежде всего граждан Российской Федерации. Если здесь кто с этим не согласен, пусть он кинет камень, микрофон. Я юридически поясняю, конституция по всему тексту, можно соглашаться, нет ли, каждый имеет право. Это конституция Российской Федерации. Ребят, а потом вы говорите, плотнее закрыть дверь, не плотнее закрыть дверь, вы уже сейчас проиграли, вы уже сейчас занимаете непримиренческую позицию, а позицию какую-то разгильдяйскую.